Братишка, ты это видишь? Что это они там делают? Непонятно что-то мне. И мне непонятно, брачо. Мне тоже ничего не понятно. Что они там делают? Интересно? Может узнаем? Я тоже думаю, надо узнать. Очень любопытные эти девчонки. Почему сразу любопытные? Обыкновенные девчонки. Они просто себе питомцев ещут. Вы же себе нашли. Им теперь тоже захотелось. Но мы же не нашли. Нам это сделала Май Той Спинг. Вот такого вот ёжика. Это наш ёжик. Это наш ёжик. Его сделал нам Май Той Спинг. Никому не отдав своего ёжика. Скажи же, брачо. Конечно никому не отдадим. Это наш ёжик. Наша, наша, наша колючка. Никому не отдадим нашу любимую колючку. Ой, а где мой питомец? Каркуша, Каркуша, ты где? Сесленка, Сесленка, Каркуша вон на дереве сидит. Вон она. Кар, 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 Кар. Каркуша, а ну ко мне. Пойдем смотреть, какого питомца вытащат девчонки. Будет сейчас очень интересно. Кар, Кар, Кар. Я даже не представляю, в каком шарике наш питомец. Да я сама вижу, тут настолько много шариков, мы тоже с сестренкой не знаем, какой шарик нам взять. Посмотри их там сколько. Целая большая коробочка. Ну как же нам быть? Мы же тоже очень хотим питомцев. Сесля, Сесля, надо, блять, самый большой шар. Самый большой шар, и он точно будет наш. А нам, Сесля, с тобой надо золотой. Я хочу золотой шар. Пожалуйста, возьми золотой шар. Я-то возьму любой, но как мы его откроем? Посмотри, какой он огромный. Мы сами питомца найти не сможем. Конечно не сможете. Без меня вы не справитесь. А я знаю, что нужно делать. И сейчас вы это сами увидите. Ну что, Батапушка, начинай нашу любимую рубрику «Собери семейку, Лол». А то мы тебя уже заждались. Посмотри, сколько сестренок стоят, и у них нет питомца. Все ждем тебя с нетерпением. Начинай. Кар, 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 кар. Каркуша, а ну давай на место, не каркай. Нам питомец не нужен. Мы только понаблюдаем с тобой. У нас семейка полная. Кар, кар, кар. Ну что, друзья, продолжим дальше. Поиск наших любимых питомцев для создания счастливых семей. Потому что у нас еще многие без питомцев. В прошлой передаче мы начали раскрывать шарики вот из этой коробочки. И у нас еще осталось ровно половина. Вторая часть начинается. И первый шарик. Посмотрим, кто же у нас попадется с первого раза сегодня. И увидим, повезет ли нам сегодня золото. Первая молния. Первая подсказочка. Корона и пчелка. Королева пчел. И первый розовый шарик у нас сегодня. Как обычно, куча пакетиков. И начинаем с маленького. И тут у нас, опа, вот такая вот корона. Изумрудная такая. Итак, продолжаем дальше. Еще один маленький пакет. Открываем. И тут изумрудный совочек, на котором изображен хомячок, по-моему. Посмотрим, кто у нас такой изумрудный. А что в этом пакете? Открываем. Вот у нас серебристо-изумрудная бутылочка для кормления. И остался вот такой вот большой пакет. Открой меня. Сейчас откроем. Вот так. И достаем. Вот кто у нас сегодня. Это первый питомец. Посмотрите, какой миленький Скунс спрятался в шарике сюрпризе Лол. И зовут даже эту маленькую красавицу Мисс Скунс. Но у нее, кстати, еще кое-что должно быть. И она из гламурного клуба. Вот у нее корона, которая у нас есть. У нас нет вот этой повязочки. Она, наверное, спрятана в песочке. Сейчас мы раскопаем ей повязочку для победительницы красоты среди Скунсов. Итак, открываем песочек. Мы знаем, если песочек белый, значит он меняет цвет. А тут красный. Если красный, то цвет не меняется на солнышке. Савочком откапываем нашу повязочку победителя. Раскапываем, раскапываем и находим. Вот она. Вот такую штуку носят только победители. И перед нами победительница красоты Мисс Скунс. А тут мы видим ее старшую сестру, которую зовут Мисс Панк. И она из второй серии. К сожалению, у нас ее нет. И у нас питомец пока один без своей семейки. Шарик номер два. Диван и картошка. Домосед. И опять у нас розовый шарик. Вынимаем. И сразу же белый совочек. И тут опять что-то непонятное. Какой-то зверек интересный. А тут у нас вот такой вот беленький костюмчик. Гудбай где написано. Пока. Кому-то говорит этот питомец. Интересные штанишки. Какая же тут бутылочка. И бутылочка. Ооо. Опять интересная штука, друзья. Бутылочка с жидкостью. Вот в этом котеночке специальная жидкость, которая будет сегодня делать пузырики. А кто их будет пускать? А кто их будет пускать? Вот кто. Вот кто будет пускать большие-большие пузыри. Вот этот вот черненький котенок. Или кто это? Малышка Скунс зовут этого питомца. А я думал, что котенок или мешутка какой-то. Оказывается, такой же обыкновенный Скунс. Вот эта красавица. Но у нее еще должны быть туфельки. И они зарыты, скорее всего, в песочке. Сейчас мы их достанем. Открываем. Песочек зелененький. Значит, цвет не меняет. Ищем туфли. Вот они. Прекрасные туфельки. Смотрите, как удобно. Ничего ковырять не надо. Никакими спичинками. Раз и раз. И туфельки чистые. Без всякого песочка. Вот так вот классно придумали производители. И у нас с вами уже два Скунса. Вот у этого питомца появилась своя семейка, друзья. Вот они тоже нашли друг друга. И эту семейку я называю пижамная. Потому что они все в пижамах. А у нас следующий шарик. Мишка и конфетти. Тусовщик. Или светская львица. О, и наконец-то шарик другого цвета. А то постоянно розовый. И совочек желтого цвета. И должен быть щеночек. Потому что тут костяшка. Вот такой вот желтый ободочек. И еще кое-что. Какое-то непонятное платьице. Будет щеночек-девочка. Тут скорее всего бутылочка для кормления. О, еще один мыльный пузырек. Значит, этот питомец тоже умеет пускать шарики. Ну и кому же все это принадлежит? Итак, питомец. Вот питомец. Щеночек. Ну, сейчас мы быстренько оденем нашу красавицу. Этого щеночка зовут Собачонка. Вот она тут показана. Но здесь мы ее видим в ботиночках. Значит, ей не хватает ботиночков. Открываем песочек. И он зелененького цвета. Тоже цвет, значит, не меняет. И ищем ботиночки. Вернее, не ищем, а раскапываем их. Видите, вот они. И как удобненько. Хопа, и песочка нет. Чистенькие ботиночки. Ну вот теперь все на месте. Какие красивые синенькие ботиночки у нашей Собачонки. И у этой Собачонки есть старшая сестренка. Не хватает только младшей. Жаль, что семейка сегодня не соединилась. Будем искать сестренку. Следующий шар. Корона и пчела. Королева пчел. И шарик голубенького цвета. Вот такая вот бутылочка для кормления. Следующий пакет. Что же тут ждет нас? О, корона. И это уже, по-моему, понятно, кто будет. Скорее всего, это уже повторка. Точно. Изумрудный Собочек. Ну и, конечно же, он. Открываем. Да, вот она. Королева Скунс. Открываем песочек, чтобы раскопать ленточку победителя. Ну вот сейчас мы оденем достойному Скунсу. И теперь у меня в коллекции стало две мисс Скунс. Две близняшки. Красавицы. Итак, следующий шарик. Диван и картошка. Тусовщик. И опять шарик не золотой. Будет интересно, сегодня золото или нет. Но посмотрим, кто здесь попадется нам. Итак, вынимаем. Похожий костюмчик у нас же уже был. Бутылочка с белой крышкой. Белый Савочек. Скорее всего, это Скунс. И мы сегодня уже его находили. Точно, вот такой Скунчик еще один. Песочек красненького цвета. Раскопаем, что тут закопано. Тут закопаны вот такие вот маленькие туфельки для нашего Скунса. И у нас теперь два Скунса-близнеца. Вот такие они, няшные лолики. Ну, а мы продолжаем дальше. Осталось еще два шарика. Стрела и огонь. Большой человек. Или по-другому. Шишка. И опять шарик розовый. Посмотрим, какой будет последний. А сейчас пришло время узнать, что у нас вот в этом. Первый пакетик. Бутылочка. Вот такая вот интересненькая, с черненькой крышкой. Второй маленький пакет. Тут у нас совочек черненький с костяшкой. Значит, нас ожидает щенок. Ну, а что же тут? А тут вот такое платьице интересное для питомца. Итак, питомец. Ух ты! Какой питомец! С розовой челочкой. И тут еще, смотрите, номер три. Щенок-спортсмен, наверное, это какой-то. Точно. Этого щеночка зовут Судья Тачдау. И она относится к атлетическому клубу. И носит форму судьи. Но у нее не хватает ботиночек, который мы сейчас откопаем в песочке. Открываем. Песочек белый. И это значит, друзья, что данный песочек меняет цвет на солнышке. Он становится фиолетовым. Но я не знаю, где вам показать, потому что солнышек у нас нет. Уже вечер. И поэтому пока давайте раскопаем ботиночки. Вот они. Золотой ботиночек нашего питомца первый. Он следующий. Вот такой вот суперский судья у нас сегодня в передаче. Жалко, только вот песочек не могу показать, как он меняется. Но вы это можете увидеть в предыдущее видео, которое я показывал. Когда только начал открывать коробочку сюрпризами. А вот так вот выглядит старшая сестренка Тачдаун из атлетического клуба, который принадлежит этот питомец. И у меня теперь очередная новенькая семейка появилась в моей рубрике. Семейка Тачдаун. И у нас, друзья, последний шарик из такой большой коробочки. И последняя на сегодня подсказочка. Лампочка и штаны. Умные штаны. И опять шарик розовый. Не было, значит, сегодня золотого. И тут у нас красный совочек. И опять костяшка. Значит, собачка ждет нас. О, красная бутылочка для кормления. Что же в этом пакете? Так, так. А тут вот какой костюмчик. Буква Б. Ух ты, интересно. Что за красненький питомец? Итак. А вот кто. Вот какой щеночек нам еще попался. С красными косичками, с желтыми волосами. И еще вот какой костюмчик. Сейчас мы оденем нашу красавицу. Этого питомца зовут Чирара. Вот так вот гавкает этот щеночек. Буквка Б еще у нее здесь. Вот она, Чирара. И тут рядом еще совушка, которую мы находили. Сова-учительницы. Их мы всех нашли. А вот что интересно у этой Чирары, находится в песочке. Сейчас откопаем. Открываем. Песочек зелененький. Цвет не меняет. Но вот что в нем закопано. Так, так. Я здесь нашел. Ах ты. Вуф. Вот такой вот флажочек болельщицы. Вот с таким флажочком наша Чирара машет на соревнованиях. Красавица-болельщица Чирара. И у этого питомца тоже есть старшая сестренка. Эта семейка у нас не полная. Не хватает младшей сестренки. Вот такие вот питомцы нам сегодня, друзья, с вами достались. И сейчас мы проверим, какие же они таят в себе секреты. Итак, начинаем. Давайте начинаем вот с этой маленькой собачки. Холодную водичку ее, нашего питомца. Собачка цвет не меняет. Все остается как прежде. В теплой тоже самое. Ничего не меняется. А давайте попробуем накормить. И что наш собачка умеет? А умеет вот что. Вот она откуда поливает. Посмотрите. Вот так вот она поливает из одного очень-очень интересного местечка. Вот такая вот у нашего щеночка поливалка. Следующий питомец. Холодная вода его. По-моему, тут что-то меняется, друзья. А сейчас мы снимем костюмчик и посмотрим. Итак, разделя щеночка. И смотрите, точно, у него появилась спортивная форма. Цифра 3. Вот так вот наш щеночек переоделся в спортивную форму. А в теплой водичке, в теплой водичке все исчезает. А тут, пожалуйста, вот его футболочка. И это его цифра. Ну а теперь давайте накормим нашего щеночка. А вот он. Он брызгается изо рта. Он плюется. Вот так вот плюется наш щеночек, который меняет цвет. Теперь следующий щенок. Его тоже нужно водичку. Итак, в холодной водичке цвет наш щеночек не меняет. Ничего не меняет. И тело у него тоже не меняется. Остается такого же цвета. На воду не реагирует. На теплую тоже не реагирует. Ну вот сейчас попробуем накормить и посмотрим, что наш щенок умеет. А вот тоже, что он делает. Но он еще кое-что может, кроме этого, чем выпускать из задней стороны водичку. Он попозже еще покажет свои умения. И у нас остались две пары двойняшек. Двоих сразу закидываем в холодную водичку. И смотрим, меняют ли они что-нибудь. Или бы одного скунса вот сюда, а другого скунса вот сюда. По-моему, ничего не меняется. Волосы такие же, ножки тоже такие же. А вот под костюмчиком... И под костюмчиком ничего не меняется у этих скунсов. Они цвет не меняют. Два брата-акробата. Ну а сейчас попробуем их накормим. Одного, вот так вот. И второго. Давайте, давайте, кушайте. И теперь посмотрим, что они делают. Итак, нажимаем на голову. И что мы видим? А вот они оба что делают. Оба и сзади плюются. Вот так вот. Вот отсюда плюются они. Друг в дружку. Ну а теперь вот такие милашки-скунсы. Победительницы красоты. Итак, сперва одну водичку. Ну-ка, ну-ка. Цвет, по-моему, не меняется у скунса. Нет, точно не меняется. Остается таким же скунс. А второй? Второй прям вместе с короной. Тоже цвет не меняет скунс. Все остается такое же. Оба цвет не меняют. Ну а теперь попробуем накормить. И этот скунс у нас плюется. Вот так вот плюется скунс. А ну накормим. И он тут, а он плачет. А этот скунс, смотрите, они разные. А этот плачет. Вот так плачет. Вот. Один плачет, а другой плюется. Вот такие вот разные скунсы. Ну а сейчас, друзья, покажу, для чего вот эта штука. Открываем, вынимаем вот эту вот штучку. И потом вот сюда все спокойненько выливаем вот эту жидкость. Потом берем нашу собачонку. Вот так вот аккуратненько. Вот сюда ее. Видите? И она всосала в себя эту штуку. И после этого, смотрите, какие делает она шарики. Вот какие пузыри она опускает. Вот какая наша собачонка. Иногда получаются очень большие шарики. Вот такие вот. А теперь посмотрим, как то же самое делает тачдаун. Вот тоже ее сюда вот так вот положили. Вот так вот она себе чуть-чуть заглотила. И вот так вот тоже, смотрите, как надувает. Вот так вот можно надуть. Вот видите, какие большие-большие шарики могут надувать наши питомцы. У кого шарик больше, тот питомец и самый крутой. Ну вот, друзья, теперь вы знаете, для чего вот такой вот пузырек. Если вдруг он вам попадется в сюрпризике Лол. А также не забывайте про этот белый песочек, который на солнышке становится фиолетовым. Но сейчас пришло время узнать, кто же у нас сегодня победитель. И получит вот этих питомцев. Декодер из новой серии. Итак, компьютер, начали. Отлично, мы тебя поздравляем. Ты очередной победитель в нашей рубрике «Собери семейку Лол». И ты достойный этого подарка. Не забудь прочитать описание к этому фильму. И ты узнаешь, как с нами связаться и передать свой адрес. И как мы его получим, эти няшки сразу же полетят к тебе. Ну а для всех остальных я объявляю о начале нового розыгрыша. И победитель получит двух скунсов. Одного для себя, а также второго для своего лучшего друга. А чтобы участвовать в этом розыгрыше, нужно обязательно подписаться, поставить лайк и написать комментарий, сколько полных семейек Лол получилось в сегодняшнем моем видео. А у меня на сегодня все, друзья. До новых встреч, Потапи. И не забудьте, думайте о них. И тогда вы выиграете. Это ваши скунсы.